Друзья, всем привет! С вами я Елена Ланде Бранша в Кусвилл. Едем на природу, не знали куда поехать, дачи ни у кого нет, в итоге поехали в Глэмпин. Едем под скат, это очень близко от Москвы. Будем использовать с вами отличную вещь, транспондер, вот он у меня находится. Препляем его на окошко, это очень удобно, неудобно постоянно искать мелочи, искать какие-то карты, это опасно за рулем, стоять в очереди, не дай бог еще будут давать дачу, поэтому мы просто заряжаем его и едем. Будем с вами готовить сегодня картошку, запекать на углях с нашей любимой, моей любимой тушенкой, на буквально 2 минуты, через 2 минуты увидимся. Итак, мы приехали, с нашим транспондером не пришлось даже ни одной секунды стоять в пробках где-то, нашла в баумах. Мы на месте, начинаем. Разожгли мангал, картошку нам привезли, привезли нам фольгу, привезли молодой чеснок, все, что вы хотите, вы можете заказать. Закажите арбуз, закажите попить что-нибудь, в этом Глэмпинге есть холодильник, можно все хранить в этом холодильнике. Итак, берем с вами картошку, картошку мы помыли, там есть отличное место, где можно помыть, помыться, сходить в баню, почистить зубы, посмотреть на себя в зеркало и удивиться, насколько вы похорошели за все это время. Так, что мы делаем? Мы берем с вами картошку, берем с вами фольгу, заворачиваем, просто заворачиваем картошку в фольгу, элементарно. Надо ли добавлять туда масла? Нет, не надо. Итак, обычная подставка для удочки, если вы прям не можете с этим расстаться, тогда вы просто берете так, вот эту часть оттокаете обратно, а вот эту помешиваете мангалой. Удочка это мое самое главное, что у меня всегда с собой есть, кроме тушенки. Угли как следует разогрели, вот они все побелели, красивенькие. Закидываем туда картошку, не надо ее кучковать, кладите ее на расстоянии, чтобы они друг друга не охлаждали. Все, что нам нужно, закопать картошку обратно в угли. Я могу, конечно, руками, но сейчас будут все визжать. Тушенка. Тушенка. Во-первых, для того, чтобы тушенку согреть, требуется два совершенно нехитрых действия. Надо снять бумажку, иначе она загорится. Просто отлепите вот этот верх. Берете ложечку, сюда просто ее засовываете, все, поднимаете, а затем оттягиваете на себя, и у вас все прекрасным образом откроется. И ставим ее сверху на горячие угли, чтобы нам разогреть ее еще дополнительно. Вот так вот они сюда. Мы находимся с вами в замечательном месте. Это новый глэмпинг, открылся он только в мае, поэтому у вас есть возможность попасть сюда первым. Это место для медитации. Это полная тишина. Вот такие вот вагончики. Каждый индивидуальный этот вагончик не похож один на другой, абсолютно. Чтобы дойти от одного к другому, нужно пройти некоторое расстояние, поэтому к вам случайно зайти никто не может. Вы в полном уединении, но если вам что-то надо, вы приходите на так называемый ресепшн, это лобби фактически, где стоит костерок, где есть холодильник. Это все просто под навесом, под шатром. Вы получите максимальное удовольствие от этого места. Мне очень понравилось. Приезжайте сюда. Берем нож. Укроп помыли. Режем и не боимся. Теперь самый интересный чеснок. Про чеснок мы тоже с вами помним. Он молодой, у него нет серединки, поэтому можете не заморачиваться. Картошка наша, наверное, готова. Вот в таких условиях вы никогда не знаете, готова она или нет. Но поверьте, наша молодая картошка даже сырая прекрасно с бутербродом. Сначала мы с вами вытащим, давайте, тушенку и проверяем картошку. Вообще, мне горячо, а вы хихикайте. Так, раз картошка. Надо потренироваться. Два картошка. Карточки. Начинаем выкладывать сюда картошку. Мы замешаем не в миске, а замешаем непосредственно в фольге. Так удобнее есть. Выкладываем картошку. Ложкой мы ее разминаем. Посыпали чесноком. Вообще, знаете, что удобно? Вот вы едете, забыли все, кроме себя. Все закажите, вам все привезут. В принципе, можно вообще ни о чем не думать. Ну, удобно. Так, масло сливочное. Перемешиваемся. Сначала мы с вами с маслом. Зачем масло? Там же тушенка и так жирно. Нет, масло нужно для того, чтобы оно было более мягкое. И сливочный вкус. Уже подостыло. Вылавливаем оттуда просто всю тушенку. Оставляем жидкость. Забираем с собой. Будем варить суп потом. Покажу. В чем кайф и смысл вот этого лотка? Вот мы с вами перемешали все. И решили пойти немножечко куда-то погулять. Мы берем фольгу. Она у вас уже есть. Вот аккуратно. И у нас дальше она продолжает прогреваться. Немножко подогревается. Не бойтесь, ни лотки, ни фольга не горят. Поэтому сколько нам нужно, столько мы можем ее, в принципе, подогреть. Хорошо взять отличную чебату, свежайшую, мягчайшую. Немножко ее прогреть на углях, таким же образом завернув фольгу. Сейчас я быстро. Все, бросили. Достаем с вами наш алюминиевый лоточек. Открываем. И, собственно, наше блюдо номер раз. Абсолютно горячее и готово. Приятного аппетита. Если нужна дополнительная соль, нужен перец, берите, солите, перчите. Все, что вы любите. Хлеб также будет готов через минутку. Мы его просто подаем вместе с картошкой. Огурцы, помидоры, соленья. Все, что вам нравится, вам произойдет с доставкой. Очень быстро сюда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok